Клуба Локомотив Вить, вы сегодня по игре были фавориты Ну и до таблицы в принципе тоже Как тебе кажется, 5-0 это вообще счет по игре? Рассчитывали на что-то подобное? Или в общем не так все было на самом деле просто, как на одном табло? Ну я думаю счет закономерный, так как хорошо сегодня играли И вышли на поле заряженный последний тур Хотелось с позитивными эмоциями выйти на каникулы Для тебя лично, что было сегодня самое сложное? Да в принципе сложно Ну сложно было в плане настроя, может быть в плане психологического Потому что давно не выигрывали И вот за долгое время победили Ну про голы тогда расскажи, дубль сегодня на твоем счету Какой мяч больше понравился? Дубль мяча хорошая, но хотелось сделать хат-рик, наверное Чуть сильно не хватило в конце Ну расскажи тогда от твоего лица, как там все произошло? Пусть болельщики узнают Какой первый гол? Ну давай Ну просто Паша прострелил сбоку и я запнулся И все свершилось, да? Хорошо, давай так Если говорить о сезоне в целом Насколько ты сегодня доволен собой? Не сегодня, а вообще вот за весь этот чемпионат? Ну были обидные поражения И не хватало, я не знаю, что-то не хватало в команде Ну в принципе я доволен, потому что проделали большой путь Проделали много работы, беговой В следующем сезоне на чемпионство замахнетесь? Будем сразу Ну все, отпускаю тебя, иди праздник Леонидович Лунин, человек, который в представлениях не нуждается Главный тренер Московского локомотива Юношеской футбольной лиги 3 Алексей Леонидович, до этого матча в шести встречах подряд не получалось держать победу Сегодня выиграли, вы счастливы? Ну мы довольны, во-первых, что выиграли До этого, конечно, такая серия длилась неудачных по результату матчей Но каждый матч в своей истории Мы и в Краснодаре с хорошей командой Краснодар и Спартаком, и, скажем, Чертаново Везде были на чуть-чуть ближе к победе Но в итоге уступали по разным причинам И, конечно, немножко психологически давило на ребят Но в целом, наверное, важно, что мы видим положительные сдвиги Как у отдельных игроков, так и у команды в целом Это на сегодняшний день наиболее важно Ну, собственно говоря, касательно игроков Как я понимаю, вы сегодня не в оптимальном составе выступали, так ведь? Если да, то как удалось справиться с этим? Отсутствие, может быть, какого-то взаимопонимания, если оно было? Единственный матч на втором этапе, который мы сыграли в оптимальном составе Это против Шорзенита А остальные матчи у нас по разным причинам выбивали футболисты То ликтификация набрали карточки на первом этапе, пропускали Травмы были нелепые, как, допустим, у нашего лидера Арсения Тарасова Он, конечно, бы нам в концовке добавил Потому что он много выполнял результативных передач, с которых забивались мячи Ну, вот, наверное, это одна из моих причин, по которым мы теряли очки В прошлый матч забить не получилось, сегодня аж пять мячей Это что? С чем свяжете? Ну, связано, наверное, и с соперником, потому что предыдущий матч с Тарьяной играла очень плотно в обороне И, как говорится, сидели низко у своей штрафной Сегодня команда соперников Казанский и Рубин играли также в атаку И создавались, конечно, пространства, которые мы удачно использовали На перерыв ушли, ведя в счете 3-0 На второй тайм установку какую давали? Это всегда большая такая загадка Продолжать играть в свою игру или, может быть, где-то поспокойнее присесть? Нет, мы планировали играть весь матч в давлении Потому что понимали, что матч домашний С сопернику еще, ну, дорога была у соперника Плюс, конечно же, хотелось забить побольше в сегодняшнем матче Чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск По запасным пройдетесь? Оцените игру? Каждый, кто вышел на поле из резерва В целом добавили темпа, что было необходимо И после выхода их на замену мы забили еще два мяча Сезон в целом довольны? Да, я провел половину сезона в команде Но думаю, этот коллектив может играть более стабильно и лучше Ну, конечно, предстоит много работы Наверное, как и у каждого тренера Самый грустный момент за сезон? Самый грустный момент Упущена победа в матче с «Партаком» Самый радостный? Концовка сезона, сегодняшний матч Хорошее настроение Закончено на позитивной ноте Лучший игрок команды? Трудно сказать, потому что Никто не сыграл максимально стабильно Наверное, отмечу В целом, среднюю лидерную команду просто Оказавшись сейчас перед парнями в раздевалке Что вы им скажете? Нам еще предстоит неделя работы Как бы восстановительный цикл Пройдем сдачу норматив, тестирование Вот, и уже после этого будем прощаться Давать индивидуальные задания И в целом, конечно, пожелаем ребятам хорошо отдохнуть Чтобы подготовиться к новому сезону с хорошими силами Я желаю побед локомотиву и вам лично Спасибо большое за поддержку, скажем За личные симпатии Будем стараться как раз и на благо болельщиков тоже Спасибо за интервью Спасибо Александр Иванович Хараськин Главный тренер Казанского рубина Юношеская футбольная лига 3 Александр Иванович Колоссальная самодача ваших ребят Бились, как, я даже не знаю, с чем сравнить А в результате счет 5-0 По-моему, не заслуженно Как вам кажется? Ну, у нас было тоже очень много интересных моментов Которые могли завершиться голом Где-то не хватило мастерства технического Где-то уверенности в своих действиях Ну, торопились Вследствие этого не забили И не забиваешь ты, забивают тебе Счет, конечно, неприятный Вот это вот, то, что ребята торопились Это связано с чем? Они перенервничали, быть может Это так здорово локомотив действовал Может быть, можно как-то так оценить по горячим следам? Я думаю, это индивидуально Чисто индивидуальное мастерство каждого футболиста Если нам забили больше Наверное, на данный момент у них В этом качестве игроки посильнее Касательно усиления игры Я обратил внимание на то, что очень маленькая была сегодня скамейка У вас это с чем связано? Ну, череда травм игроков Решили поберечь, с собой не брали Если говорить о сезоне в целом Можете оценить? Ну, были и провальные игры Были и очень хорошие игры Но если взять весь сезон Очень много не забиваем созданных моментов Ну и вследствие этого не зарабатываем очки А если очки не зарабатываем, конечно, будем внизу таблицы Хотелось бы быть выше, но минимум в середине таблицы Ну, это, я надеюсь, в будущем будет выполнимо Желаю вам удачи Спасибо Спасибо за интервью Спасибо